добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал в этом видео мы с вами будем делать банты на елку банты которые не мнутся и с помощью которых можно придать объем елки пышность и конечно же красоту и теперь давайте начинать делать мы банты будем из атласной ленты нам понадобится 3 отрезка отрезки у меня шириной 4 сантиметра два отрезка по 31 сантиметру и один отрезок 37 сантиметров края обязательно нужно опалить запаять чтобы они не сыпались с двух сторон и делаю я это с помощью зажигалки на каждом отрезке из лент и нам понадобится еще один кусочек ленты атласной шириной 0 6 миллиметров для того чтобы сделать петельку на самом банте длина отрезка не произвольно это же запаиваем концы подготовили все и для того чтобы придать жесткость банту и для того чтобы он не имелся нам понадобится регелин регелин можно купить в любом швейном магазине магазине где продаются ткани и его длина нам нужно будет на пару сантиметров короче нашей основной ленты то есть где-то 29 сантиметров и теперь давайте все сшивать я складываю отрезок ленты пополам нахожу то есть середину прикладываю регелин прикладываю вплотную к краешкам складываю пополам накладывая где-то на один сантиметр друг от друга прикладываю к линии сгиба выравниваю все и просто сшиваю белой ниткой обычными стежками обязательно здесь нужно следить чтобы регелин нигде не вылазил потому как банти он будет торчащим выглядеть не очень стягиваем нитку и обматываем вокруг середины на несколько раз затем нитку фиксирую и завязываю пару узелочков первая часть бантика у нас готова ею поправляю расправляю и не смотрите бант у нас не мнется то есть это очень удобно когда елку разобрали и нужно где-то как-то банты хранить со второй частью мы проделываем все то же самое и под к откладываем в сторону теперь берем ленту длину 37 сантиметров тоже складываем пополам чтобы найти серединку и опять сшиваем обычными стежками по середине точно так же стягиваем и у нас получается два вот таких вот хвостиком для того чтобы хвостики у нас не съезжались или не разъезжались я где-то отступаю один сантиметр от того места где мы сшивали опять обматываю ниткой и фиксирую нитку таким образом у нас получились два красивых хвостиком для нашего банта края пока не обрабатываю это пока мы оставляем теперь сшиваем сам бант я складываю 22 наших бантика друг на другу на наискосок выравниваю их обязательно чтобы все было аккуратно и просто сшиваю между собой почему я тут практически ничего не клею потому как бант сам довольно объемный получается можно было бы конечно склеить но тут рекомендую лучше сшивать все то что можно сшить лучше шить затем нужно сделать нам петельку для того чтобы можно было бант вешать я беру нашу тоненькую ленту атласную перематываю несколько раз сам бант фиксирую узелком очень крепко и делаю саму петельку просто завязываю узелочек выравнивая ленты лишние края обрезаю и запаивают тоже зажигалкой концы и теперь пришиваем хвостики прикладываю их посередине и точно также пришиваю к бантику и смотрите следите за тем чтобы сам верхний верхняя часть хвостика не выглядывала выше банта банк готов теперь осталось только его задекорировать декорировать можно по-разному можно добавить кружево можно добавить каких-то ягодок все по вашему усмотрению у меня несколько таких бантов некоторые у меня банты с кружевом их просто приклеивала на прозрачный клей момент ну а к этому банду я просто хочу добавить стразовые цепи и брошь длина стразовых цепей у меня произвольные где-то около 12 сантиметров и их нужно тоже пришить но для того чтобы их было удобнее пришивать я капаю капельку клея на сам бант горячего клея и буквально фиксирую их чтобы просто их было удобнее пришивать потому как если их не не зафиксировать на клей они будут скользить и пришивать не совсем удобно и затем просто буквально несколькими стежками фиксирую цепи к самому банду затем пришиваю брошь брошь я старалась выбирать такую которая была бы ажурная ажурная для того чтобы просто можно это было пришить некоторые броши не ажурные в них нет таких отверстий чтобы было удобно пришивать обратите на это тоже внимание и я не засняла тот момент как затем я прячу все нитки просто заклеиваю кусочком фетра и затем я обрабатываю нижние края ленты среза их наискосок и тоже обрабатываю зажигалкой и на этом весь процесс изготовления банда готов если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока пока до новых встреч